Мы продолжаем следить за судьбой Семиозерного. И вот как комментирует Министерство территориального развития края ситуацию с замерзающими от холода в своих домах людьми. По словам чиновников, проблема не такая уж и большая. В поселке Семиозерный с начала года был нарушен тепловой режим. Связано это было с тем, что вышел из строя один из двух дымососов. И в силу этого пришлось остаться на одном котельном агрегате. Так как один дымосос не мог обеспечить выход дымовых газов. В настоящий момент параметры теплоснабжения восстановлены. В работе два котла, два дымососа. Температурный режим соответствует температурному графику. В зданиях школы и детского сада происходит нагрев помещений. Александр Тагонов также отметил, проблема не только в самой котельной. Некоторые социально значимые объекты давно не ремонтировались. Потому и теплово в них надолго не задерживается. Между тем, в поселке Семиозерный уже побывали с проверками сотрудники прокуратуры, управления Роспотребнадзора и комитета образования. Проблемой заинтересовались и федеральные каналы. Однако один из сотрудников управления информационной политики региона в комментарии РИА Новости отметил, озвученные в сюжете проблемы не соответствуют действительности. Никакого коллапса в поселке Семиозерное не было. Жители села возмущены такой оценкой ситуации. Впрочем, объяснением Минтерра тоже. Ведь тепло в детском саду так до сих пор и не стало. Как коллапс был, да еще какой коллапс был. И на сегодняшний день нет температуры, в которой можно было бы раздеться, в которой можно было спокойно работать. Самая низкая температура была 6 градусов. Это в детском саду. Минус 2 в спортзале в школе. Столовой 5 градусов было. Все зарегистрировано. Как ни было никакой проблемы. Люди с осени, можно сказать, замерзают. И все об этом знают. Был сход населения при главе района. На сходе на этом все говорилось. Критическое состояние было где-то 25 декабря. И вот пока мы к вам не обратились. Была температура все время до 10 градусов. Они вчера приехали, сами видят, что тепла-то нет. Кому же поверят больше тысячи человек, проживающих в селе или нескольким чиновникам, которые почему-то утверждают обратное. ЗАП-ТВ продолжает следить за ситуацией, о продолжении истории в следующих сюжетах. Дарья Юринская, Гулял Хасова, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ.